Сталкиваетесь иногда с тем, что в одежде, в которой вы ложитесь спать, некомфортно. И наверняка, ловя себя на этой мысли, вы идете покупать новую, более, как казалось бы на ваш взгляд, удобную. Но зачем покупать одежду? Почему вы не рассмотрите вариант лечь спать голым, без всякой одежды? Не будет ничего мешать, ничего не будет сползать или задираться, ничто не будет сковывать ваши движения во время полноценного отдыха организма. Интересно? Тогда давайте разберемся, что вы для себя откроете, если будете ложиться спать без одежды. А также затронем тему недостатков такого отдыха. В чем плюсы? Плюсов на самом деле много, и все они прекрасно ощущаются на практике. Начнем с того, что качество ночного сна значительно повышается. Наверное, это покажется странным, ведь обычно кажется, что нет ничего прекрасней теплой мягкой кровати. Особенно, если организм уже отдал всю свою энергию за продуктивный день. Но, как оказалось, вы будете чувствовать себя при пробуждении гораздо лучше, если будет немного прохладно. А также будет проще заснуть. Это связано с одним достаточно простым фактом – температура тела во время сна немного снижается, а когда вы от-вот проснетесь – повышается. Следовательно, достаточно тяжело будет заснуть, если ваше тело будет нагрето. Вторым пунктом следует упомянуть то, что мы каждый день вынуждены находиться в одежде. Сон – единственная возможность, когда мы можем позволить себе и своему организму отдохнуть от этого. У тела будет возможность нормализовать терморегуляцию и потоотделение за то время, пока вы спите, освободившись от одежды. Что очень важно для адекватного функционирования организма. То есть, если говорить проще – кожа будет дышать. Переходя к третьему пункту, стоит вспомнить, что у нас есть такой гормон, как мелатонин, или гормон сна. Он начинает вырабатываться активнее как раз при комфортных для организма условиях. Что это значит? А это значит, что, во-первых, параллельно активнее следует выработка гормонов соматотропина, гормона роста и кортизола. Второе, между прочим, влияет на то, как вы будете справляться с усталостью и стрессом. Во-вторых, за счет активации выработки соматотропина ускоряется регенерация клеток. Из этого следует, что процессы старения замедляются, кожа выглядит лучше, быстрее растут крепкие волосы. Четвертым пунктом стоит отметить, что сон без белья можно считать вариантом закалки. Если практиковать сон без белья на постоянной основе, то вскоре организм будет учиться сопротивляться простуде и респираторным инфекциям. Далее, пятым пунктом, хотелось бы затронуть сторону кровообращения. Да-да, сон без белья зависит на ток крови. Во время сна сосуды не будут пережиматься и сдавливаться, и, следовательно, улучшится поступление крови к органам. Также, свободный от одежды сон советуют людям, желающим сбросить лишние килограммы. Обратимся к первым пунктам. Во время того, пока вы спите в небольшой прохладе, ускоряется обе, а также активируется соматотропин. Это все напрямую зависит на вашу фигуру. Стоит завершить эту часть тем, что сон в одежде может даже вызвать кожные заболевания. Это, конечно, все прекрасно, но везде есть свои минусы. Рассмотрим их далее. Какие недостатки? Так же, как и плюсы, все недостатки можно ощутить на практике. Например, во время какого-то серьезного происшествия у вас вряд ли будет время одеться, ведь в первую очередь необходимо думать о том, как бы покинуть дом и спастись самому, вывезти родственников и животных, а также забрать все документы. Вряд ли найдется время, чтобы одеться. Также, если вы живете дома не один, то скорее всего будет неловко столкнуться с кем-то во время похода до туалета, будучи полностью без одежды. Да и было бы так же неловко, если кто-то имеет привычку заходить в комнату, где вы спите. Выше говорилось, что спать в прохладе полезно для организма и это помогает погрузиться в более глубокий сон, но если станет совсем холодно, то скорее всего вы проснетесь. А чтобы одеться, придется потормошить свой спящий организм. Стоит также отметить, что спать без одежды будет несколько негигиенично. Соприкосновение постельного белья с интимными частями тела человека, способно вызвать некоторые заболевания, особенно если вы давно его не меняли. В любом случае, как спать, решайте только вы. Вам может быть как комфортно как без одежды, так и в одежде во время сна. Задача этой статьи – показать все стороны того или иного выбора. Не забывайте, что здоровый сон – важная часть вашей жизни. Возможность восстановить ресурсы, потраченные за день, и накопить на следующий. Стоит учитывать требования организма и обращать внимание на все нюансы, потому что даже такая мелочь, как одежда на вас во время сна, может так или иначе повлиять на ваш сон.